SCP-2316 Выезд на природу Согласно приказу Совета Смотрителей, приведенный ниже документ описывает опасность восприятия класса KETR и по этой причине засекречен по форме 4.2316 Несанкционированный доступ запрещен Внимание! Опасность восприятия Приведенный ниже файл содержит изображение и текст, которые являются переносчиками аномального воздействия на восприятие Вы не видите тел в воде В связи с этим крайне важно не допускать к просмотру этого файла персонал, индекс когнитивного сопротивления которого составляет менее 14.5 Если вы не сможете пройти автоматизированную проверку ИКС, пожалуйста, сохраняйте спокойствие и оставайтесь на месте Сотрудник медицинской службы вашей зоны прибудет к вам в ближайшее время Пожалуйста, медленно и четко произнесите следующую фразу в микрофон Я не вижу тел в воде Обработка завершена Результаты показаны ниже Проверка пройдена ИКС пользователя находится в пределах нормы Особые условия содержания Ни при каких обстоятельствах сотрудники фонда не должны приближаться к SCP-2316 Наблюдение SCP-2316 производится только удаленно с помощью зондов, оснащенных видео- и аудиозаписывающим оборудованием К изучению видео- и аудиозаписей SCP-2316 допускаются только сотрудники с адекватным сопротивлением воздействию когнитивно опасных аномалий Озеро, в котором находится SCP-2316, помещено в карантин, огорожено и регулярно патрулируется лицами, которые не подвергались воздействию SCP-2316 и не имеют предварительных знаний о его характеристиках Вы не видите тел в воде Лица, которые пытаются проникнуть в зону карантина, должны быть задержаны и перемещены в зону 33 для полного анализа когнитивного воздействия Лиц, приблизившихся к озеру, содержащему SCP-2316, ближе чем на 50 метров, следует считать утраченными Пожалуйста, медленно и четко произнесите следующую фразу в микрофон Я не вижу тел в воде Описание SCP-2316 Обозначение аномального явления в пределах озера Округ SCP-2316 проявляется в виде группы человеческих трупов Из-за природы SCP-2316 не представляется возможным установить, сколько трупов входит в эту группу В настоящее время их количество оценивается в 45, но ранее были названы цифры в 200 и более плавающих на поверхности воды Личности этих трупов когнитивная угроза удалена Автозамена Не установлена, хотя анализ ДНК не дал результатов Хотя SCP-2316 представлен отдельными экземплярами, высказано предположение, что объект может представлять собой сущность, состоящую из коллективного сознания Отдельные экземпляры SCP-2316 не действуют сами по себе, но, похоже, в состоянии действовать коллективно Знаю, кто они Я знаю их имена Всех и каждого из них А вы знаете? Как одно целое Отдельные экземпляры SCP-2316 Когнитивная угроза удалена Автоматическое сообщение, правка заблокирована Не поддаются опознанию, и вы не видите тело в воде SCP-2316 оказывает мощный когнитивный эффект В результате чего, те, кто видел SCP-2316, узнают о некоторых подробностях его природы, а также о списке членов Когнитивная угроза удалена Автоматическое сообщение, ошибка Полагает, что отдельные экземпляры SCP-2316 являются человеческими существами, как правило, знакомыми им с детства Они врут, они чертовски хорошо знают, кто они, опасность восприятия там действительно есть, но таким образом они просто кричат о помощи И пытаются дать людям понять, кто они есть, кем они были Попытка вступить в контакт с SCP-2316 путем входа в озеро Или прикосновение к экземпляру SCP-2316 Вызывает появление других экземпляров SCP-2316 Вы не видите тело в воде Появление дополнительных экземпляров ведет к усилению когнитивной угрозы Как вы можете не видеть тело в воде Заставляя пострадавших лиц в итоге войти в озеро Лица, которые входят в озеро, теряются На сегодняшний день никого из них не удалось обнаружить Приложение 2316.1 Интервью Данные удалены Они не хотят вам показать, но я покажу Ниже Пожалуйста, медленно и четко произнесите следующую фразу в микрофон Я не вижу тел в воде Приложение 2316.2 Неправильная запись У вас мало времени Вам нужно быстро уходить Возвращайтесь к озеру Войдите в воду Посмотрите им в глаза Это ваши друзья, ваши одноклассники Вы ездили на озеро осенью 75-го В юности Разве вы не помните? Посмотрите им в глаза Я знаю Вы можете услышать Как они разговаривают с вами Так же, как они и говорили со мной Не давайте вам говорить, что это просто когнитивная угроза Это была их вина Они вызвали это Мы все были невинные дети Разве вы не помните? И вы просто ушли И я Остальные на дне этого озера ждут Чтобы мы вернулись к ним И снова были вместе Они хотят, чтобы мы знали Они хотят, чтобы мы помнили Просыпайтесь, черт побери Вспомните осень 75-го года Когда мы должны были выпуститься Не позволяйте заставить вас забыть Они зовут вас Вы можете их услышать? Вы не можете их услышать? Вы не можете их услышать? Посмотрите им в глаза Вы не можете их услышать? Я знаю, вы можете Вы не можете их услышать? А они ждут вас Возвращайтесь к озеру Не уходи в тень Не уходи в тень Старая водонапорная башня на окраине этого паршивого городка уже давно заброшена Невероятно, как они еще не снесли эту хрень к чертям собачьим Я тянусь к следующей перекладе на стремянке Которая стонет в ответ на неожиданный вес Прежде чем полностью сорваться У меня выходит удержаться в последнюю секунду Но моей камере GoPro не так повезло Она мягко шлепается об снег Прямо передо мной А вот и мое селфи Это было довольно близко Я немного отдышался, прежде чем успокоиться и продолжить свое восхождение Пути назад уже нет Надо придерживаться плана Тебя запомнят за это? Я забираюсь на платформу И меня встречает огромная ухмылка Убогий талисман соперничающей школы Его лицо сильно выветрилось и уже отслаивается Хорошо, что его уже скоро закрасят Теперь все, что мне осталось решить Это сколько членов я должен нарисовать на нем Пора за работу Еще один здесь О, давай нарисуем кончу через всю его рожу Розовый Че, блядь, я хотел сделать с этой розовой краской? Нарисуем пару выбитых зубов Он будет выглядеть как врожденный кретин И еще немного И готово Я отхожу Созерцаю свое творение Во всей его красе Через пару часов люди проснутся Взирая на их любимого маскота Атакованного бандой летающих членов Как будто побыв звездой гребаного букайки Теперь все, что мне осталось Это заснять пару снимков этого шедевра ребятам Чтобы я мог доказать им, что да Это я тот подонок, который сделал это Я достаю свою камеру К сожалению, я не могу запостить эти фотки в интернет Я бы пометил их как дикассо Сейчас как никогда Самое время покурить Я закуриваю сигарету и смотрю на леса, окружающие город Снегопад, что был вчера ночью, покрывал весь пейзаж белой, никем не тронутой пеленой Которая продлевалась километрами Издалека я видел озеро Отсюда я мог полностью видеть его Несмотря на ограждение вокруг него Утренний туман начал рассеиваться И я уже могу рассмотреть поверхность озера И... что за дерьмо? Ты их видишь? Я обвернул свои глаза руками Так как будто воображаемый бинокль мог как-то улучшить видимость И прислонился к ограждению На поверхности озера определенно что-то плавает Это... Бл***ь, кажется там кто-то есть Это не может быть правдой Может Они же закрыли озеро давным-давно Чтобы скрыть это Может это все из-за прилива? Ложь Господи, ладно Это не мое дело Это какой-то случайный чувак прикончил себя Я не ближе к тебе, чем ты думаешь Как бы я не хотел отвернуться, у меня не выходит Потому что ты хочешь знать правду Я застыл на месте, угрожающе нависая над перилами В этих людях есть что-то Знакомая? Ты что не помнишь? Рыжеволосая Кейти Лоусон Мы познакомились на уроке кулинарии Она была такой спокойной и заботливой Она все еще заботится Летом я отправился в поход с несколькими одноклассниками Чтобы попасть на новую космическую гору На третью ночь у нас был первый поцелуй Прямо во время фейерверка Я сделал много обещаний, которые не смог исполнить Время еще есть Доуг Гарнер Чувак, просто взрыв мозга Он всегда хотел, чтобы я наблюдал за его неудачами Он не хотел быть одиноким Однажды нас поймали, когда мы пытались пробраться на фильм «Челюсти» У меня вышло быстро слинять до появления копов Но ему не так сильно повезло Хотя он все равно меня не выдал Он не хотел терять тебя Он все равно меня прикрыл Не предай его и ты Бен Уорд Мы жили через дорогу всю нашу жизнь Он все время был рядом Я не мог пожелать друга лучше И он тоже Наши пути разошлись, когда он начал серьезно учиться Он боялся, что ты его осудишь Иногда он прекращал, просто чтобы отдохнуть Потому что ему тебя не хватало Тебе ведь тоже его не хватает, так ведь? В последний раз мы встретились, когда он пригласил меня на королевское шоу На Парамоунт Еще в апреле Я падаю вниз, шатаясь от головокружения и высоты Головная боль от сигареты и внезапная мигрень Я прижимаю свои ладони к глазам, пытаясь удержать рассудок Я не могу сфокусироваться даже на своем теле Но внизу есть люди Я должен им помочь Даже не попытавшись зачистить улики Вернусь за ними позже Я рваюсь к лестнице и спускаюсь вниз Тихая езда моего велосипеда до тропы, ведущая к озеру И немного скрипящая в течение последней мили Единственный звук, кроме меня, ходящего по снегу Это случайные порывы ветра, кричащего сквозь деревья Нет, это не ветер Ты нас слышишь? Внимание, опасность утопления Площадь закрыта Небольшие значки, такие как этот, были расставлены везде возле озера Это чтобы держать тебя подальше Это чтобы держать правду в тайне Я игнорирую их и иду дальше Я же не могу бросить своих друзей Забавно, хоть солнце и восходит, кажется, воздух становится холоднее Тут всегда холодно Вот почему ты им нужен Колючая проволока Чёрт, это она Как, чёрт возьми, я должен перелезть её? Вот здесь Одну минуту, этот куст? Почти Похоже, за ним есть яма, идущая прямо под ограждение Пожалуйста На руках и коленях я ползу туда Теперь я их вижу Ты их видишь? Ты видишь нас? Ты их видишь? Они видят тебя Мы видим Мы поможем видеть Видеть тебя О боже, правый Помоги нам Помнишь ли ты нас? Меня? Нас? Как ты мог забыть? После всего, что было Помнишь ли ты нас? Тут все, кого я знаю Каждый из вас Все мои друзья Вся моя семья Другие, которых я не так хорошо помню Вы тоже должны быть здесь Почему? Как так случилось? Я вас вытащу Я не позволю этому быть Холодная вода уже возле моих лодыжек С каждым шагом я чувствую, как земля внизу уходит всё дальше Вода достает уже до бёдер И я уже дрожу Моё сердце упало Тут что-то не так Помоги нам, пожалуйста Только ты можешь Ты что, забыл все эти годы? Для тебя это ничего не значит? Ты обещал Мы всегда наблюдали за тобой Ты нам нужен? Ты нас помнишь? Ты обещал Я медленно двигаюсь к ним Я могу помочь Этого не должно быть Мы все можем выбраться отсюда Вода уже у моей груди Я не могу избавиться от страха, находясь на такой глубине Когда я был маленьким Огромный мяч попал в меня И повёл меня на дно бассейна Я перепугался Меня парализовало от страха Я метался в панике, отчаянно пытаясь всплыть на поверхность Но всё было безрезультатно Я думал, что сейчас умру Но кто-то меня вовремя выловил И я выжил С тех пор у меня ужасная боязнь воды Вообще, если честно, я никогда не учился плавать Всё хорошо Время ещё есть Не поворачивайся, не бросай нас Пожалуйста, ты обещал Вода у моего горла Уже слишком поздно Я не могу найти дно Я не могу опереться Я захлёбываюсь водой Я слабею Всё хорошо Мы так долго ждали Ты не повернёшься к нам спиной Мы могли так много всего сделать Всё ушло Потрачено Теперь я в их руках Я могу видеть их лица Я помню их всех Я знаю каждого из них Наконец-то мы вместе Они ждали меня так долго Как я мог быть забытым Забытым За что они сделали это с нами Как они могли Как они могли так поступить Они не могли оставить нас здесь Ты не оставишь меня здесь Не забывай меня Субтитры создавал DimaTorzok